здравствуйте дамы и господа после первого выпуска вопли техногика но вопли я это так назвал на самом деле конечно я не совсем техногик и вопли от меня не дождетесь но после предыдущих вопли техногика мне тут рассказали в комментариях что я не люблю и не знаю ничего о sony и мне объяснили даже что я думаю а чего нет спасибо теперь будут знать большое спасибо это вообще очень интересно и поучительно и давайте тогда уже поговорим о бренде sony за 10 минут тут невозможно объять такую большую тему поэтому давайте начнем сначала остановление фото подразделения бренда sony если кому покажется что рассказ не полный туда он конечно же не полный так как за 10 минут невозможно это объять такую огромную тему и конечно обязательно напишите что вы думаете о бренде sony и как вы вообще к нему относитесь единственное что я попросил бы вас не делать это не надо оскорблять друг друга в комментариях потому что я вижу тут от пенали кучу человек и не стоит оскорблять любые бренды ведь все это можно сказать и нормальными словами и говоря о нормальных словах моих фото сообществах на facebook и вконтакте правилами запрещено высказывать негатив или в кавычках конструктивную критику а точнее писать токсичные комментарии но все уже устали от токсичных комментариях фото сообществах поэтому в этих группах комфортно и они довольно хорошо растут заглядывайте и вы удивитесь вот под видео адреса этих групп и после предыдущего видео на канале в наше теплое сообщество влетело множество новых зрителей которые конечно не обязаны знать кто я такой я конечно ленивый ископаемый ящер и иногда не выкладывал фото даже с презентацией в токио кельны и прочих интересных местного просто видео писала и в соцсети это не выкладывалось даже но кому интересно может глянуть фото и видео в инстаграме фейсбуке и вконтакте и ссылки конечно под видео при или прикрепленном комментарии сегодня я не буду вертеть камеры в руках ну а пусть вот старенькая sony nex побудет здесь со мной на мне душу согреет я лучше покажу древние не опубликованные кадры это будет очень интересно и по мере продвижения я буду показывать кадры сделанные на все более современные камеры завершая самыми новыми все кадры которые вы увидите вот в этом выпуске в конкретном сняты на еще самую первую sony nex 5 и я скажу почему благодаря этим камерам вот серии sony nex 5 я смог отвлечься от тяжеловесного такого академического стиля и стал но снимать нарочито небрежно как бы репортажные мимолетом мне нравилось вот даже недостатки блинчика и фишайного конвертера они давали ощущение вот сейчас смотрю да что снято на какой-то фоторегистратор я намеренно часто использовал хроматические аберрации хотя их можно и сейчас удалить легко но я их использовал для придания документальности такого случайного непостановочного характера своим кадром и иногда даже кадры new были сняты при очень странных обстоятельствах и в интерьерах которые это к этому но вовсе не предполагают такого типа съемок я честно говоря даже не помню как я это все снимал это все благодаря тому что эти камеры действительно очень портативные удобные и они очень мобильный в отличие от зеркалок того времени тем более это был просто новый мир какой-то я снял десятки тысяч кадров на корпуса sony next 5 всех серий а они у меня эти корпуса были все которые выпущены и более поздние камеры и альфа тоже у меня были практически все что выпущены но в этом видео будут показаны именно кадры sony next 5 самой первой то есть не sony next 5 r там и так далее это вот самая первая пятерка а что можно сказать о бренде sony в целом но сейчас это для многих довольно таки токсичный бренд с другой стороны но сложно спорить о том что sony это законодатель технической мода цифровой фотографии да canon продает больше камер до сих пор до никон это настоящие фотоаппараты настоящая оптика до камеры серии panasonic скажем panasonic s1 это великолепные камеры но кто первый сделал вставку на беззеркальную систему и вот тут конечно многие наверное начнут меня спрашивать а как же samsung олимпус panasonic по них следующих видео но сейчас просто времени не хватит не так sony на рынке фотографии сначала цифровой фотоэры и так как sony в первую очередь это электроника и записывающее устройство то ничего удивительного в этом конечно же нет sony понимая что на фото рынке нужно быть фото брендом еще самого начала своей деятельности приобрела фото бренд коника минолта bayonet который используется в камерах sony slt но они продаются до сих пор цифровых зеркалках а а также сначала sony вложилась а потом приобрела контрольные пакеты акций таких производителей как цейс и хасельблат ну если кто не знал до сих пор и это только да это только вершина айсберга приобретений sony однако и приобретение этих брендов с их компетенциями достаточно чтобы стать далеко не последним игроком фото рынке но кто знает sony вообще кто изучал деятельность этого бренда тот конечно понимает что для такого бренда быть не последним этого совершенно недостаточно и в основном отсюда и проистекает очень агрессивное поведение маркетинге неокр дизайне и производстве sony один из немногих брендов у которого есть все свое а чего не хватает то было приобретено и отсюда проистекает для многих и токсичность этого бренда следует признать что sony всегда агрессивно расширяется если есть хоть какая-то возможность для этого но не боится экспериментировать и придумывает и заполняют новые ниши ну чего я так единицы единичные моменты могу припомнить чтобы делали остальные производители но может быть за исключением может быть фуджи фильм отчасти так как вообще вот такие действия это довольно таки большой экономический и репутационный риск как результат во многих направлениях sony начинает действовать раньше конкурентов до были не совсем и дать удачные эксперименты у sony но по большей части все-таки они удавались именно поэтому sony сейчас ну можно сказать процветает и когда все остальные понимают что это перспективно sony уже успевает выпустить уже как минимум две коммерческие успешные генерации камер но в нашем случае это камер потому что sony занимается не только фотоаппаратом повторюсь я не говорю что другие бренды этого не делают а просто sony это делает гораздо больше и какое-то время sony разгонялась выпуская все от компактов до весьма эпичных камер вроде sony r1 которая была первой камерой с фиксированным объективом и сенсором формата apc одной из первых камер мире которая перевалила за 10 мегапикселей по разрешению это очень серьезный был этап камера считается эпичной и используется некоторыми энтузиастами до сих пор ну я знаю лично несколько таких людей даже но sony конечно этого было недостаточно на sony решили обойти тогдашних лидеров рынка а это nikon и canon по количеству продаваемых камер но это был трудовой подвиг со стороны sony так как эти два бренда были на фото рынке с незапаменных времен и очень крепко стояли на ногах sony не было аутсайдером далеко но на тот момент sony не считался фото брендом как canon и nikon это была проблема на самом деле это проблема на фото рынке и sony начала крайне агрессивную экспансию может быть кто-то помнит зеркалки именно вот зеркалки они slt камеры sony они были крутые sony делала ну просто невозможное огромное количество прекрасной оптики за короткий срок раскрутка и даже вот относительно невысокие цены но с точки зрения большинства фотографов зачем было пересаживаться на зеркалки sony когда все только-только начали пересаживаться на цифровые зеркалки canon и nikon еще тогда были достаточно сильное настроение что пленка все-таки останется навсегда именно в коммерческом таком выражении они в качестве там как какого-то фетиш как она сейчас можно сказать что это фетиш то есть народ они не очень охотно пересаживался и sony не удалось прямо нахрапом достигнуть таких показателей в продажах и тогда на sony поняли что им нужно нечто прорывное sony как раз прорывное умеет и sony презентует сначала в 2010 году без зеркалку sony nex 5 с матрицей с архитектурой эксмор это роскошная совершенно матрица по тем временам а годом позже слт камеру sony slt а 77 это пояси камера с прекрасной тоже матрица эксмор и вот если над беззеркалкой sony nex 5 большинство настоящих фотографов потешались то sony slt аль альфа 77 уже нельзя было встретить такими насмешками это было уже серьезно так вообще что такого было в этой самой слт альфа 77 чего не было у других ну во первых полупрозрачное зеркало это снижало количество света попадающего на матрицу то есть сначала скажем о плохом я тогда купил эту камеру и могу сказать что да несмотря на то что зеркало было очень прозрачным и отражало только 30 процентов света даже матрица экспор не спасала камеру полностью недостаток светочувствительности да он ощущался в сравнении с простыми зеркалками sony той же самой sony но у этой камеры была матричная стабилизация тогда уже она тогда если я так помню было только у пентакс и вот у sony на таких камерах до этого не было у canon и nikon визирование там было через электронный видоискатель а если мы вспомним sony r1 то да там уже был электронный видоискатель хороший и это позволяло видеть яркую картинку даже в сумерках в это конечно выделяла камеру там уже была система life you то есть вы видели кадр так как он будет снят чего в зеркало не увидеть зеркало камер слт неподвижная и при серийной съемке не прыгает а значит камера может строчить буквально как пулемет при этом само зеркало там находилось только для того чтобы сохранить настоящую фазовую фокусировку и и годом позже вышел и full frame sony slt альфа 99 и эти камеры на тот момент до были просто крышесносными видео они писали связирование через видоискатель это не виданные не не для кого тогда для фотоаппаратов дело а надо сказать да что народ только-только начал писать видео на зеркалку canon 5d марк 2 по той причине что на тот момент вообще это была единственная камера которая писала настоящее видео с такого большого сенсора canon 5d марк 3 вышел близко по дате к sony slt альфа 99 и таким образом да canon стал первым full frame который писал годное видео но камеры sony обладали матричной стабилизации и визированием через видоискатель при видеозаписи и тоже писали со всей матрицы это конечно же вызвало огромный интерес в адрес sony но действительно полностью революционной камерой была именно незаметная на первый взгляд sony next 5 когда я пришел покупать уже второй корпус sony next 5 как сейчас помню то менеджер удивленно так на меня посмотрел и спросил а зачем вы это покупаете купите лучше зеркалку от той же самой sony так чем же была хороша та самая первая sony next 5 ну во первых это прекрасная матрица exmor второе это способность работать на iso 3 200 достаточно уверенно при очень миниатюрных размерах это вот действительно мобильность огромная и по тем временам это была очень крутая технология расширение динамического диапазона дро для файлов jpeg до четырех стопов это было очень круто поверьте мне потому что тогда еще далеко не все фотографы располагали знаниями как обрабатывать руфа не то есть я подчеркиваю не все кто-то уже во все обрабатывал но далеко не все это делали у камеры был режим многокадровой экспозиции для съемки в темноте с рук и камера в сравнении с зеркалками ну да она была просто микроскопической и вот у меня на тот момент основной камеры был canon 7d это прекрасная камера тоже прорывная для своего времени мы окон они еще конечно же поговорим но canon 7d был размерам ну да это я сравнивал это практически корпус canon 5d с небольшим изменением и и эта камера не любила и со выше 1600 и тут появляется прекрасный сайт промо сайт по камере sony next 5 где бренд sony нашел четырех фотографов одного засунула в арктику второго в африку кого-то в латинскую америку насколько я помню и кого-то в европу и получилось просто потрясающе бомбический сайт к сожалению его снесли ну за недавностью но надо было сохранить для истории это было что-то потрясающе когда я посмотрел этот сайт я понял что я хочу эту камеру моментально а не мог дождаться я изучил про эту камеру вообще все как только она появилась на bhfoto.com то я тут же и заказала у меня прям руки тряслись пока она всего два дня ехала до моего дома я купил эту камеру и всю оптику которая к ней была это было всего три объектива это был блинчик стандартный зум и вот вот этот телеобъективчик 55210 это это были объективы выхода на рынок и поэтому несмотря на то что они как бы были китовыми ну или стандартными они действительно обладали повышенными характеристиками при той же самой цене что было очень важно и на блинчик были еще широкоугольная насадка 21 миллиметр и фишерная насадка 15 миллиметров да и да когда я получил эту камеру я ее распаковал и сразу побежал на улицу и начал снимать все подряд и с тех пор так все подряд и снимал ну скажите с какой там canon 7d или canon 5d mark 2 вы будете бегать по улице и снимать все подряд а тут просто это было что-то неостановимо я вообще снимал буквально все это было незабываемое счастье какое-то появляется он буквально фитюлька корпус которая размером как компакт он с наклоняемым монитором до технологиям многократной экспозиции с рук который позволяла снимать вообще в темноте и эта камера была всегда со мной я вот буквально снимал на нее все она была вот просто прекрасно а потом вышла уже следующая модель уже с гибридным автофокусом по и потом появляется матрица эксмор-р да я вообще перестал смотреть на что-то другое несмотря на то что мне все говорили да что это цифра задник это вообще не серьезно это это даже не фотоаппарат ну как не фотоаппарат она прекрасно снимала фото и прекрасно снимала видео и как только я понял что эта камера прекрасно пишет видео да там видео записывалось с аноморфными пикселями так называемыми но по тем временам это да это действительно было прекрасно то вот я по пути из офиса домой купил маленькую белую книжечку как создать свой блог на ю тубе и этим же вечером создал блог и залил свое первое ужасающее видео которое к счастью никто не посмотрел я удалил на следующий же день но через месяц у меня уже была тысяча подписчиков а потом через три десять тысяч уже и и всем этим я обязан первой sony next 5 вот что я имел ввиду когда говорил что революция вот что такое действительно революция когда каждые полгода известия что вышла новая оптика обновлены прошивки выходит новая камера с фазовыми датчиками непосредственно на матрице ну вы все даже не представляете они были эти фазовые датчики только у зеркалах а тут непосредственно на матрице и так далее и тому подобное вот к слову корпуса sony nex 5 стоили всего 400 долларов новые у меня их было пять штук плюс nex 7 и вот nex 6 и да я купил все что выпускалось из nex ну кроме nex в третьих потому что не видел в этом смысла а чуть позже вышла дюймовочка sony rx 100 и у меня есть обзоры на все модели rx 100 посмотрите значит ссылки под видео и первым прикрепленном комментарии и да это sony rx 100 это моя вторая любовь но о компактах и дюймовочках давайте поговорим в следующий раз когда меня пригласили поехать на презентацию новых технологий fujifilm в токио как топового русскоязычного блогера по теме fujifilm уже тогда я конечно же взял с собой только систему sony потому что ну писать нужно было в основном видео камеры fujifilm тогда ничего подобного не делали но там не выдали уже и камеры fujifilm чтобы я не смущал своим брендозадротством инженеров fujifilm у которых брал интервью но так как мне нужно было писать видео я сказал что писать буду все таки на sony и они скрипя сердце согласились ну а на что же еще писать на презентации олимпус омд и м1 марк 2 который давали в закрытой комнате подержать только некоторым журналистам я тоже обвешался аппаратурой sony хотя я обожаю вторую единицу олимпус вот с того момента как я первый раз ее подержал в этой закрытой комнате официалы олимпус вообще при упоминании sony с каменными просто лицами говорят что они ничего не знают о sony и это в общем то правильно и только на panasonic да мне хмуро выдали panasonic g4 но я все равно таскал особо маленький next 5 потому что ну это просто было удобно и так далее по списку то есть везде у меня были какие-то трения из-за многого бренда задротства по поводу sony у меня да наверное из-за sony было больше напрягов чем у кого бы то ни было меня обвиняли в том что у меня сильный перекос в сторону sony и после этого слышать что я не люблю sony и ничего не знаю sony это даже не смешно так как я вообще да упорно держался этого бренда как только дело касалось интервью или если надо было что-то снимать в плохих условиях я просто привык к этому бренду ну мне было удобнее снимать на этих камерах давайте о дизайне этих камер и как бы о других особых свойствах поговорим чуть позже в другом видео потому что уже лимит времени подходит к концу и да у меня в 2015 году были камеры уже практически всех брендов но я считал что именно за идеями sony будущее и когда sony выпустили свой первый беззеркальный full frame это было вообще очень неоднозначное такое решение и вообще это было как бомба все говорили что это конец конец sony не просто конец а полный конец и почти да все говорили что беззеркалки это мимолетная мода поветрие которое скоро пройдет а sony загнется но поветрие не закончилось как вы знаете все производители перешли на беззеркалки или ушли с рынка и да вот что такое настоящая революция о чем я говорил в предыдущем видео а не просто вот узко взятый какой-нибудь там глобальный затвор в той же самой sony alpha 9 о котором мне вообще только ленивый не написал я конечно знаю что это такое а вообще покажите мне специалиста который не знает что-нибудь там о глобальном затворе на sony alpha 9 и то что мы сейчас с вами обсудили это просто пара штрихов о бренде sony и мы еще конечно обсудим современное положение вещей в этом бренде и новые камеры которые вышли и мне интересно знать ваше мнение потому что да ваши комментарии это очень интересно было читать я прочитал все это очень вдохновляет и дает много свежих идей давайте поговорим обо всех остальных брендах ведь это так очень вдохновляюще и да давайте вспоминать все эти прекрасные камеры или обсуждать сейчас выходящие не рассматривать там их технические параметры а вот обсуждать именно как какое они вызывают отношения как на них снимать вот это вот ощущение от самой съемки отношений это тоже очень важно кроме вот этого бренда задротства действительно и так постепенно мы перемоем кости всем брендам а походу и мой сериал по истории фотографий который сейчас уже подготавливается выйдет на канале и еще раз попрошу пожалуйста только не оскорбляйте друг друга в комментариях и не оскорбляйте никакие бренды всем творческих успехов до свидания